Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Вы по традиции в это время всегда слушаете и смотрите телерадиоканал Страны ФМ с особым меломанским наслаждением, удовольствием и ожиданием. В эфирной студии Александра Хайрулина... Роман Шахов, здравствуйте, дорогие любимые. Мы с особенной радостью вам объявляем сегодняшний концертный зал имени Аниты Цой. Анита, привет. В микрофон. Анечка, тебя не слышно, мы теперь хотим тебя услышать. Давай попробуем так. Я забыла, что мы в прямом эфире, друзья. Да, конечно. Ну, всем здравствуйте. Итак, Анита, дорогая, как проходит жизнь? Что нового, что интересного? Слушай, ну жизнь, как всегда, кипит, бурлит. Мы отмечаем 20 лет творческой деятельности. Это правда. Юбилейный год. Поэтому начали мы его отмечать с нового альбома, с новыми песнями. И вот до сих пор никак не остановимся. И начали отмечать, я так понимаю, еще в прошлом году, в 2016. Правильно? Совершенно верно. Отмечали в 2016. Хотя такой юбилей 20 лет, его можно еще 10 лет праздновать. Ну, я думаю, что год пройдет и закончим. А дальше уже считать перестанем, потому что страшные цифры какие-то начинаются. Нет, ну не такие уж они и страшные. Так что касается празднования, альбом есть, значит, шоу готово. И что-то еще будет? Новая песня же вышла. Ну, об этом немножечко попозже. Я думаю, что все, кто смотрит сейчас телевизионный эфир, должны знать, что буквально вчера мы презентовали новую песню, которая называется «Я бы тебя», и мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Мы, как читатели Инстаграма, Аниты Цой, дорогие друзья, вы тоже читайте и подписывайтесь. Конечно, об этом знаем и расскажем об этой песне чуть позже. Но вначале у нас будет песня, с которой многое началось в жизни Аниты Цой, песня «Полет». Как она вообще появилась? Это же ваша песня, да? Совершенно верно. Не буду скрывать, я была бешеным поклонником Виктора Цоя. Кто же не был? Я гордилась тем, что у него корейская фамилия. Что он такой сильный. Такие мощные энергетические песни. Какая песня была любимой, Анит? У меня целые альбомы были его любимые. Но, ты знаешь, вот, наверное, сейчас уже, спустя много лет, я понимаю, что из «Неизданного», то есть, когда он ушел из жизни, выпустили его альбом из «Неизданного». Черный альбом? Да, и мне очень-очень-очень нравились там песни. 90-й год. Конечно. Но, в любом случае, я написала ему посвящение, и песня, написанная именно Виктору, «Полет», стала знаковой. И таким творческим взлетом ознаменовала свое пришествие. Одна из наших любимых. Да, это же был именно жанр такой роковый. Потом уже появились все остальные, и мы узнали многие грани твоего таланта. Но сначала я очень хорошо помню, это был именно рок. Ну, я так и начинала, я вообще считала, что я четкий рокер. Но сейчас, видимо, с годами, знаешь, потихонечку превратилась в женщину. Стала более женственная семья, все равно замужество. Стало, надо говорить, стало многограннее еще. Ой, не представляешь. Рок до сих пор люблю, но опопсела. Нет, ну, мне кажется, ничто не мешает как-нибудь сделать и роковый альбомчик. Ну, призывы, понимаешь, рок для меня это призыв к революции. Это призыв к чему-то такому новому, интересному, обязательно против. Хотя бы трек, а не то. Протест, непримерно. Да, хотя бы какой-то протест. Вот, понимаешь, например, песня «Полет», она была написана в то время, как раз когда все равно оковы нас еще пока сковывали, и страна не имела возможности быть открытой. Да, мы это чувствовали. И, конечно, все поддерживали Виктора Цоя именно такими песнями, как «Полет». Мы очень хотим попросить тебя сейчас исполнить именно песню «Полет». С огромным удовольствием, тем более, что прошло очень много времени, и мы переаранжировали песню, она теперь совсем иная. Ох. Супер. Пусклый свет лампы Пусклый свет лампы И дым сигарет Черные стены И мыслей секрет Голое сердце Душа, как окно Есть одно средство Известно оно Полет с новым миром Полет над землею Полет к звездным домам Полет рядом с собою Взлететь в небо стрелой Расправить гордые крылья И быть свободной такой С тобой Дай мне надежду На радость и свет Дай мне на сотни вопросов ответ В дальние страны В дальние страны Открой мне пути Править гордые крылья И быть свободной такой С тобой Время меняется Все меняется И сейчас век наоборот Высокотехничного нового прогресса И эта песня И вся аранжировка Говорит именно о том Что не надо бояться Вступать в новую жизнь Пусть все меняется Зато суть наша Остается все равно неизменной Главное это стремление К нашей свободе К лучшему К движухе Так что друзья мои Ничего не изменилось Полет к новым мирам Полет над землею Полет к звездным домам Полет рядом с тобою Полет к новым мирам Полет над землею Полет к звездным домам Полет рядом с тобою Взлететь в небо стрелой Расправить гордые крылья И быть свободной такой С тобой Спасибо большое Спасибо большое Здесь только не хватает Как раз Знаешь, моих музыкантов Моего балета Дракона И шоу 10-20 Которым мы как раз и отмечаем Наш юбилей Ну что ж Мы можем продолжать Потихонечку Спасибо Аня Действительно Фантастическая Вообще Какая-то аранжировка Браво Браво Мне кажется Если на Марсе На Луне Будут звездные города То там должна быть Эта песня Непременно То есть вот город строят И уже встроенный Проигрыватель Именно вот с этим музыкальным произведением Спасибо Вообще реально Песня несет огромную энергетику И вот ты знаешь Видимо как Задала В себе траекторию движения Да Так и лечу Я очень хорошо помню Когда ты только появилась Этот необыкновенный голос И по сей день Всегда сразу Отличишь себя Сразу услышишь любую песню Неважно что бы ты исполнила Сразу слышно Что это Анита Цой А ты скажи Всегда себя оценивала Вот по достоинству Понимала уникальность Своего голоса Потому что Что касается остальных Ты часто рассказываешь В интервью Что тебе приходилось Доказывать Каждый раз И много кому доказывать Что ты имеешь право Ты знаешь Я поняла Что не бывает Одного взлета Нужно еще уметь удержаться Это очень сложная история И каждый раз Ты себе доказываешь Именно не взлет А полеты В песне Полета Полета Совершенно верно Ром То есть Сначала думала Все сейчас возьму Эту вершину И все Я молодец Потом прошло Какое-то время Например Начались тем же Голосом проблемы Потому что мы давали Огромное количество концертов И голос сильно уставал И никто из нас Не умел Тогда правильно владеть Своим вокалом Особенно рокеры Потому что Мы по-моему Кричали Оржали Да Скрипели Голосами И нам казалось Что это и есть Очень круто И классно Тем более Мне эта вся тема Очень шла Это было неправильное Использование голоса Как выяснилось Я думаю Что на рокерах Фониаторы делали карьеру Бедные фониаторы Они хватались за голову Вот И я очень благодарна Конечно фониаторам Потому что В конце концов Мы научились И владеть своим голосом И правильно петь И очень много Дало занятия Даже классическим пением Ты представляешь Я не представляю И училась у педагога Мраи Кэри Дарлин Колденхофен То есть учеба было очень много Для того чтобы понять И раскрыть все возможности Своего голоса Сейчас я знаю Что точно мы полетим на Марс И споем им От калинки-малинки До полета Сейчас какое-то особенное время В твоей жизни Даже если судить По последним интервью По крайним Когда ты говоришь Ну во-первых Вот ты про голос говоришь Что сейчас уже все Полное владение этим инструментом Ну и еще и Мудрость уже такая пришла Что ты понимаешь абсолютно И уверена в себе Да По всем фронтам Не знаю Мне кажется Может быть В этом и кроется Причина Правильной борьбы Со звездной болезнью Знаешь Когда ты не даешь себе возможности На все сто процентов Уверенно сказать Все Ты молодец Вот как только ты это сказал Мне кажется Будет очень сложно потом Сейчас молодые артисты Записывают За нашим эфиром Конспектируют Спасибо Это очень приятно Тем более музыка Она безгранична Понимаешь Можно постоянно в ней копаться Можно ходить что-то новое Постоянно новое течение Жанры И мы тоже этим занимаемся Так как я делаю шоу Я поняла Что мое сердце Принадлежит Именно шоу индустрии Вот Мы очень много Работаем над музыкой И работаем в разных направлениях И R&B И поп И рок И даже читка рэпа у меня была Представляешь Ну это прекрасно Кто же написал этот рэп? Чьего сочинения? Ну это конечно я загнула Может это не совсем рэп Но в песне на восток Речитатив Которую я написала Да вот это речитатив Он был как бы Вот так мной был услышан рэп В то время Все отлично Можно говорить рэп исполнительница Теперь Анит Ацовь Правильно? Практически Все У нас сейчас следующий трек Это будет рэп Читка это будет Песня рэп На восток Поехали ребята Поехали Держи меня крепче Бегу я по краю Мне в воздухе тесно Земли не хватает Горячие пальцы В открытое небо Назад Расставлены точки Любовь и цветочки У котенка на сердце Чугунный замочек Я не буду тебя Больше звать На восток Уходи Небо с краю До тебя Не достану Брось Веток На пути Я не встану Все равно Сердцем рваным На Восток Замечене метко Любовь не конфетка Дотянуть не расставить На память оставить Похожая тема Слаба теорема Прости Если можешь Ты ведь чувствуешь кожей На ночь И на утро С тобой Мы похожи Я не буду тебя Больше звать На восток Уходи Небо С краю До тебя Не достану Брось Веток На пути Я не встану Все равно Сердцем рваным На Восток Вот и закончился Дивный вечер Мы погасили Эти свечи Я попросила Вали тебя Ссори Нет больше темы В твоем разговоре Может теряюсь А может теряю Я что-то случилось Вдруг не догоняю Я попросила Вали тебя Ссори Нет Нет И вот на этом месте В шоу На сцене появляется Гигантский Шестиметровый дракон Я конечно Как повелительница Дракона Стою на нем А вокруг Танцуют Воины дракона И вот ты сейчас Ром показал Движение Ты знаешь Прям ты угадал Именно такую Хореографию Поставил нам Хореограф Мировой известности Хосе Холливуд Который работает С Бьонс Леди Гага Именно так он себе Это и представлял То, что ты угадал Сто процентов Мы будем обязательно Повторять наше шоу Десять двадцать В Москве И мы сразу Приглашаем вас И вас, дорогие Телезрители Уходи Небо с краю Для тебя Не достану Брось Цветок На пути Я не встану Все равно Сердцем рваным На Восток Мы уже шоу Проехали Семьдесят Городов России И, конечно, Все, кто видели Этот удивительный Концерт Это представление Вот на этом моменте Счастливые Кричат Ура! Студия Восемьдесят Девять и девять Концертный Зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Дорогие друзья Певица Актриса Телеведущая Заслуженная Артистка Российской Федерации Анита Цой Сегодня в гостях У телерадиоканала Страна ФМ Анита пообещала нам Что обязательно Жители Москвы Гости столицы Увидят обязательно Повтор Или повтор, наверное Да Шоу Десять-двадцать Юбилейного шоу И рассказала Поведа нам Объяснила Что за цифрой Десятое шоу По счету Аниты И двадцать лет Творческой деятельности Знаешь, почему Десять-знаковое число Для меня, потому что Я сама являюсь Режиссером-постановщиком Своих шоу-программ Всех Потрясающе Всех Вообще всех От начала до конца Я просто, знаешь, однажды поняла Что я очень хорошо вижу Свою музыку И свои песни И доверять никому нельзя Здесь согласно Да, на сцене доверять Не получилось просто Анит В одиннадцать лет Я знаю, ты впервые Прыгнула с парашюта И вот эти твои ощущения Скажи, они когда-нибудь Повторялись потом По жизни Ну, я прыгала Что-то повторное Ты ощущала? Я прыгала много раз с парашютом Но могу тебе сказать одну вещь Что тогда в одиннадцать лет Для меня было самое страшное испытание Вот после чего Я как раз и решила не говорить Что все, я молодец Сто процентов Хвалите меня Я готова ко всему И справлюсь Да, потому что Я на земле Пока мы Это мы были в Молдавии В селе Кошница Там был такой летный лагерь Куда Меня привела подруга И на земле я была Такой храбрец Вообще-то Пока меня обучали Я была очень крутой храбрец Но когда мы поднялись На первый свой прыжок На кукурузнике Я честно могу сказать Мне было так стыдно Но меня просто выпихивали Вообще тренеры не понимали Что происходит Это была какая-то секция Парашютный клуб Что это было? Да, это была секция Молодежная секция Я первый раз туда пришла К новичкам И сразу прыгать? Нет, но сначала мы занимались неделю Раньше же долго Сейчас сразу прыгают А раньше неделю Как минимум Так все-таки выпихнули, да? Выпихнули И мне было очень стыдно Потому что я Упиралась руками и ногами Кричала, что я не пойду Вот И мне было очень стыдно Перед всеми ребятами С которыми мы занимались Ты стыдно, ты ладно А в полете-то что же тогда? Да я не помню даже Как я летела Мне кажется, в полете Просто кричала Орала Развивался голос И что было очень приятно То, что ребята Когда я вообще пропала Я спряталась Не приходила на летное поле И в тот день, когда мне надо было уже уезжать А мы с мамой дикарями как раз отдыхали В этом селе Кошница Жили на частном секторе Ребята пришли ко мне домой И буквально за день сказали Анит, пойдем еще раз прыгнем Так И что сказала Анита? Мы типа ничего не помним, что было И мне было так приятно Вы не представляете себе Мне кажется, это же нормально Но вот правда бывает же такое Бывает, поэтому друзья мои Правильно говорят Скромность украшает человека Мне очень еще понравилась такая история И совет Потому что ты очень трогательно Об этом рассказываешь, дедушка Тебя когда-то научил Прежде чем что-то сделать Спылить, сказать, отреагировать Нужно обязательно Досчитать до десяти Ты до сих пор придерживаешься этих правил Ты научилась это делать И реагировать сразу Я придерживаюсь везде, кроме ток-шоу На которое я прихожу Потому что особенно Когда в студии много народу И все на какие-то темы Что-то говорят И если ты будешь сидеть Считать до десяти Если я буду сидеть Считать до десяти То я вообще Не получу микрофон в руки никогда А так в жизни да Потому что я сама Быстрая, шустрая, торопышка Человек только начинает говорить А мне уже все понятно И я начинаю сразу вступать в беседу И дедушка это сильно раздражало Это отличный был урок Так, Роман Хотел спросить Не про дедушку А про маму Мама же очень рано Разглядела у вас Музыкальные способности Да? Как это было вообще? Маленькая Анита что-то спела Сыграла Какой-то ритм Отстучала на табуреточке Как произошло это? Ну, начнем с того Что у меня мама сама Была очень музыкальный человек То есть она ходила В Хабаровскую музыкальную школу Великолепно ее закончила И в то время далекое Дмитрий Кабалевский Ездил по Хабаровским школам Отбирал лучших учеников Тот самый У которого система Кабалевского была Совершенно верно И у мамы до сих пор Сохранились ноты Подписанные Дмитрием Кабалевским Лучшие ученицы Хабаровской школы И так далее Поэтому я росла всегда в музыке Мама играла прекрасно Фортепиано Она меня водила Старалась в театры водить В консерваторию Музей Я помню Я помню что для меня это было Сначала очень сложно Потому что она меня начала водить Как только я научилась ходить По-моему с двух лет Я пошла уже в консерваторию Чайковского И слушала там Как раз детские были абонементы Чайковского И всех остальных Поэтому могу сказать Что для меня музыка Это врожденное А как же вот этот страшный педагог Который смочком Бил девочку В музыкальной школе Руку сломал Не удалось ему Отпить Но я-то его как раз не боялась Я просто Я же ребенком была То есть он бил Смочком по рукам Если ты берешь фальшивую Это вообще невероятно Да А вот мама моя Она конечно Очень сильно переживала Потому что это была Центральная музыкальная школа Потому что я туда попала Как одаренный ребенок Из районной школы И никто не хотел С нами заниматься И этот дедушка Профессор единственный Согласился Его обязали со мной заниматься И она боялась Что он просто Если мы пойдем Кому-то нажалуемся На него То он Все Он нас бросит А денег заниматься С кем-то дополнительно не было Но одно радость Что ты всегда говоришь Что такие ситуации Только делают тебя сильнее Но ты знаешь Я поняла для себя Что никогда нельзя Так поступать с детьми Потому что ребенок Особенно тот Который любит музыку Или спорт Или театр Он один раз побывает В руках у такого педагога У него на всю оставшуюся жизнь Пропадет желание Вообще заниматься Скорее всего Это специалист музыкальный А не педагог Вот наверное так скажем Сделаем небольшую паузу После которой Непременно продолжим Друзья Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Друзья Мы продолжаем Концертный зал Сегодня в гостях У телерадиоканала Страна ФМ Анита Цой Мы очень давно ждали Аниту Мы очень хотели Чтобы она к нам пришла Счастье случилось И конечно мы Сегодня и просим И просим Бесконечно Аниту Попеть нам Чтобы насладиться полностью Следующий музыкальный номер Нашей программы Конечно Для вас песня Целься в сердце Класс Ты Все что есть У меня Мой рассвет Жизнь моя Бесконечное Притяжение Я Если б только Могла Все тебе Отдала Целый мир Жаль что я Не гений Я Не гений Целься в сердце Я безоружна Жить с тобою Все что мне нужно Как притяжение 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 Целься в сердце Только не мимо Я Хочу Быть С тобою Любимой Кто-то Снимет А нас Киноленту Мы Легенда Мы Легенда Кто Я тебе Не Молчи Если Хочешь Кричи Я Приму Все Без Ожаленья Ты Все что есть У меня Мой рассвет Жизнь Моя Бесконечное Притяжение Притяжение Целься в сердце Я Безоружна Быть С тобою Все что мне Нужно Это Чувство Как Наважденье Притяжение Притяжение Целься в сердце Только не мимо Я Хочу Быть С тобою Любимой Кто-то С нимет Она С киноленту Мы Легенда Мы Легенда Целься В сердце Целься В сердце Целься В сердце Мы Легенда Целься В сердце Я Безоружна Все что мне Нужно Это Чувство Как Наважденье Притяжение 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 Целься в сердце Только не мимо Я Хочу Быть С тобою Любимой Кто-то Снимет Она С киноленту Мы Легенда Целься в сердце Она Не промахнулась Друзья Вы видели клип На эту песню? Нет На эту не видел Мы его снимали В Исландии Это потрясающая совершенно Работа Алана Бадоева Мы носили с собой Огромное сердце По всей Исландии И пытались Из разбитых кусочков Сложить Настоящую любовь А я вам рекомендую Посмотреть Наше телерадиоканал Вы увидите клип Я этот не видел Потому что в моем эфире Его не было Ну извините Вот Извините Анита Мы поговорили про Маму твою чудесную Которую конечно Я думаю Повлияла во многом На формирование И характера твоего И творческую Твою жизнь А ты как мама Для Сергея Сергеевича Скажи Делали то же самое Ты знаешь Мне кажется Мы дети учимся Все таки на Своих родителях И мама и дедушка Очень многое в меня Вложили хорошего Но конечно У них были и промахи Да Поэтому Когда родился Маленький Серенька Так Я себе записала Несколько правил Которые обязательно Должны быть Ну вот знаешь Как мне кажется При воспитании Ребенка у родителей Например Все советы Или серьезные решения Принимать С ребенком Вместе Советовать Не авторитарно Нет Причем знаешь Как мы собираем Совет Сумийный совет Да Садимся за столом Папа садится Сын Я Две наши мамы И вот значит Мебель Вот То есть он наверное В лет 20 только Переехал С своей маленькой Детской Да Ну так назовем ее Он экономист Да Вот в этом стезе работает И пожелаем ему удачи А где проживает Он в Москве проживает Да Он живет в Москве Мы с папой очень счастливы Потому что конечно Как любящие родители Мы хотели самое главное Дать ребенку хорошее образование В Лондоне сказали Во Нет Мы его сначала отправили к нам Да В московский вуз То есть он закончил Высшую школу экономики Факультет МЕФ Закончил хорошо А после этого уже С полученными двумя красными дипломами Лондонским и российским Он отправился защищать магистратуру Вот это было уже в Лондоне Он тоже сам себе выбирал вуз Империал колледж И было большое удивление для нас Для родителей Когда сын сказал Что я хочу вернуться в Москву Я хочу работать здесь Я люблю Я люблю Россию Мы с папой чуть не заплакали Оба корейца Представляете Вот и он вернулся И работает сейчас в компании Экономистом Вот уже три года И продвигается потихонечку По службе Начал с нуля Мы очень рады Сергей Сергеевич Спасибо Спасибо И удачи Всех благ Ну а сейчас У нас следующий Музыкальный номер Ну я хочу эту песню Конечно посвятить Всем женщинам Потому что Она не только ласкает Слух Ну и конечно О том что наша сила Девочки В нашей слабости Береги меня Совершенно верно Береги меня Я твоя Вся и без остатка До последней капли До последнего Выдоха Я твоя Именем и телом И отдам я смело Душу за тебя Для тебя Только ты береги 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 меня Береги меня Берегами мою реку Охраняй меня Ведь тебя дороже нету Укрывай меня От дурного глаза Ветра талисманами А берегами Береги меня Берегами мою реку Охраняй меня Облаками мое небо укрывай меня От чужого сердца града талисманами, амулетами Я твоя, вся и без сомнения Ты мое спасенье, ты вся жизнь моя Ты это я, я твоя И больше мне не надо, чем быть просто рядом Отдавать себя, всю себя Только ты береги, береги меня Береги меня, берегами мою реку охраняй меня Облаками мое небо укрывай меня От дурного сердца града талисманами, амулетами Береги меня, берегами мою реку охраняй меня Облаками мое небо укрывай меня От чужого сердца града талисманами, амулетами Береги меня, берегами мою реку охраняй меня Ведь тебя дороже нету, укрывай меня От дурного сердца града талисманами, амулетами Береги меня, берегами мою реку охраняй меня Облаками мое небо укрывай меня От чужого сердца града талисманами, амулетами Ну это очень красивая песня Эта песня бережет наши души, дорогие друзья И отдельное спасибо за партию фортепиано Прекрасно, спасибо Анит, мы конечно с тобой не можем не поговорить О твоей кулинарной истории Цойкин рецепты Хэштег А, цойкины рецепты Есть, цойкины Конечно Цойкины рецепты Это тоже прозвучало хорошо, цойкины рецепты Так же по-китайски Ну или цойкина рецепты Кинообзоры с Анитой Сой Ну ты потрясающе готовишь А это что за проект у тебя, расскажи Ты делишься своими рецептами с людьми Ну, я просто очень люблю готовить Это все началось с дедушки Который накрывал столы на 30, 40, 50 человек Ты знаешь, он жил на Дальнем Востоке Великолепно готовил Все друзья, когда он даже переехал уже сюда В среднюю полосу России, жить в город Тулу Они ему присылали какие-то там Вот эти дальневосточные вкусняшки Папоротник корейский Нокты, это такие зернышки соевые пророщенные бобы И дедушка готовил невероятно Из морепродуктов Домашнюю лапшу крутил И вот с самого детства я все это вкушала Представляешь, сначала нюхала, ела и вкушала И, соответственно, когда я сама вышла замуж А я до замужества очень плохо готовила И наоборот, все мои родственники говорили Как же ты выйдешь замуж? Ты же вообще не кореянка Что такое за безобразие? Но когда я вышла замуж и встала к плите Потому что по-другому было невозможно Во мне вдруг открылись вот эти все Память поколений Да, вот эти таланты кулинарные И я до сих пор просто балдею От того, что можно подойти Жарененькое, свеженькое, парененькое приготовить Тут же на стол подать Я тоже люблю накрывать столы И, как правило, гости у меня не переводятся Друзья, подписывайтесь на страничку в инстаграм у Аниты И если хотите больше рецептов, как пишет сама Анита у себя на страничке То лайкайте больше Больше лайков, больше рецептов Это закон К тому же можно смотреть Анита Цой ТВ Есть такой канал Совершенно верно Заходите на YouTube и там все увидите Там тоже все есть Между прочим, хотелось бы спросить Как правильно ужинать? Раз мы так любим все хорошо поесть, вкусно Ты имеешь в виду, что это диетическая история какая-то была? Как правильно вообще ужинать, понимаешь? Ну вот давай так Ты хочешь каждодневный ужин, как правильно ужинать или праздничный? Это же большая разница Каждодневный Но об этом, друзья, мы поговорим чуть позже Оставайтесь в нашей компании Сейчас у нас песня Ну что ж, давайте споем Так, что вам спеть, друзья мои? Я тут много чего принесла Сумасшедшее счастье Да, песня, которая сейчас завоевала очень много премий в этом году И еще не перестала Еще продолжать завоевать И год продолжается и премии продолжаются Вот просто счастливая, кайфовая песня А, она прямо заряжает счастье Она очень правильно заряжает Да, да Ну что ж, поем для вас Спасибо Ну что ж, поем для вас Вернись, ты знаешь, что я жду Дождись, я все равно приду Любовь счастливую найду Я счастье за собою приведу Сумасшедшее счастье Убивается страстью Хочу снова и чаще Сумасшедшее счастье Сумасшедшее счастье Стало вновь моей частью Хочу снова и чаще Сумасшедшее счастье Очнись, разлука не вражда Для нас нет правды, нет суда Я верю Я верю Счастье, как всегда Вернет любовь и скажет Сердце удачу Сумасшедшее счастье Убивается страстью Хочу снова и чаще Сумасшедшее счастье Сумасшедшее счастье Стало вновь моей частью Хочу снова и чаще Сумасшедшее счастье Сумасшедшее счастье На этой песне очень хорошо Тренируется дыхательная система Как в танцах, так и во время Ее воспроизведения Молюсь любви, как божеству У сердца чувства на виду Любовь на счастье Господи И солнце на ладонях принесу Сумасшедшее счастье Убивается страстью Хочу снова и чаще Сумасшедшее счастье Сумасшедшее счастье Стало вновь моей частью Хочу снова и чаще Сумасшедшее счастье Сумасшедшее счастье Друзья, я могу честно сказать, что Мы все время поем с живым коллективом Я под минус никогда Давно не пела Поэтому на ходу забывают слова, но в этом и состоит прелесть живого эфира. Поехали, поем все вместе! Убивается страстью, хочу снова и чаще, сумасшедшее счастье, сумасшедшее счастье, стало вновь моей частью. Хочу снова и чаще, сумасшедшее счастье, сумасшедшее счастье. Ой, будьте все счастливы, мои хорошие, берегите то, что сегодня дает нам хорошего, судьба, бог, небо. Мы улыбаемся, и это уже хорошо. Сумасшедшее счастье. Саша, Роман, вы так светитесь прям. Кто вы говорите? Мы отражаем свечение твое. Честно. У меня такое ощущение, что здесь еще миллион народу, знаешь. Друзья, они тут сои. Саша, не зря мы раздавали шапки-невидимки. Все, ребята, вас не заметили. Спасибо тебе огромное. Вообще, надо сказать, что ты, конечно, для многих и многих остаешься примером. И еще будешь долго-долго оставаться, разумеется. Ну, во-первых, талантом, отношением к жизни, мудростью, открытостью какой-то, честностью, светом. Настоящностью. Настоящностью. Да, разумеется. То, чего на самом деле не так много. И с жизнью своей, и личной в том числе. И еще, знаешь, я восхитилась невероятно, когда узнала, что ваши, Сергей Петрович, мамы живут с вами с недавних пор. Вы их забрали. Ну, на самом деле, уже давно. Просто сейчас наслась возможность наконец-таки закончить все их дома. Ага, понятно. То есть у нас участок Подмосковья. И мы долго думали, как нашим мамам быть, потому что пап уже нет. И, соответственно, за мамочками нужно следить. Конечно. Жить в одном доме очень сложно, потому что, например, мамы разные. Да. Каждая хозяйка у себя на кухне. Я тоже хозяйка, поэтому тоже сложно. И мы решили прямо у себя на участке еще два маленьких домика построить рядом с нашим домиком, где живут мамы, они счастливые. Я каждое утро обхожу их, мерю давление. Заношу им вкусняшки. Да. То есть когда я дома, не на гастролях, я обязательно что-нибудь вкусненькое приготовлю. Ну, они, конечно, такие любят корейскую кухню. Традиционную. Они не понимают сейчас правильное питание. Вот это бессолевое, понимаешь? Европейское. Овощи одни, они говорят, это как безобразие. Поэтому я их кормлю нормально, так, как они привыкли. И, по-моему, мы живем очень счастливо и хорошо, лишь бы все были здоровы. Вот это самое главное пожелание, конечно, к ним. О, долгих-долгих лет жизни, здоровья. Анеточка, ну и песню, если мы на тебя попросим, мы очень хотим успеть исполнить максимально, по возможности. А сколько у нас осталось минуток-то? До конца часа мы работаем, до девятнадцати часов. Ну что ж, отлично. Да, тогда я вам с радостью подарю песню «Любовь не живет три года». А так, долго, как нам хочется. Да. Поехали, ребята. Ты Бабочки в моем животе Лампочки в моей темноте Песни и сны Ты Лучшее, что было со мной И я буду идти за тобой Только скажи Я не верю всем этим глупостям Формулам и треугольникам Вычисления оставим школьникам А я знаю одно Любовь не живет три года А так, долго, как нам хочется Моя никогда не кончится Бессильный над ней пророчество Любовь не живет три года А так, долго, как нам верится Моя к тебе не изменится И мы не могли Не встретиться Ты В сердце мое вшит глубоко И даже если ты далеко Ты рядом со мной Ты Главная причина моя И телом и душой я твоя И это любовь Я не верю всем этим глупостям Формулам и треугольникам Вычисления оставим Вычисления оставим школьникам А я знаю одно Любовь не живет три года А так, долго, как нам хочется Моя никогда не кончится Бессильный над ней пророчество Любовь не живет три года А так, долго, как нам верится Моя к тебе не изменится И мы не могли не встретиться Ты знаешь, я вот 27 лет замужем, Саш Я поняла, что если люди по-настоящему друг друга любят Они прощают друг другу все И идут навстречу Потому, что любовь это Любовь не живет три года А так, долго, как нам хочется Моя никогда не кончится Бессильный над ней пророчество Любовь не живет три года А так, долго, как нам верится Моя к тебе не изменится И мы не могли не встретиться Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Дорогие участники московских пробок Если сейчас где-то вы увидели в соседней машине танцующих людей Знаете, что они слушают Страну ФМ Так же, как и вы, слушают, да И смотрят Страну ФМ У нас сегодня танцевальный концертный зал Анита Цой в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Спасибо Анит, расскажи нам, пожалуйста, про клинику Восточной медицины Она работает, функционирует уже в свой день рождения Открыла некогда Ты знаешь, была такая история Почему говорю была? Потому что я уже вышла из учредителей этой клиники Дело в том, что несколько лет назад Точнее сказать, 5 лет назад мы открыли ее в Москве С прекрасным доктором Который помог подняться мне и встать на ноги После одного из телевизионных проектов Цирк со звездами, когда я упала И у меня были проблемы с позвоночником И ты знаешь, могу тебе честно сказать Что я настолько стала хорошо разбираться в медицине Именно корейской, китайской И вообще другой любой восточной медицине Мне кажется, что это уникально, когда люди умеют Вот так вот прекрасно ставить людей на ноги И поэтому в этот раз я передала сейчас все свои уже проценты Своей компании нашему врачу И он теперь по достоинству владелец этой клиники Амриты Я считаю, что это правильно Ты бы рекомендовала бы, да? Я рекомендую, я хочу сказать, что доктор Йонжун великолепен Скажи, а есть ли какие-то у тебя, может быть, национальные секреты красоты? Ну понятно, что там салоны красоты, все это здесь Но может быть, как, я не знаю Я решила все-таки стареть как-то естественным путем То есть я не пользуюсь никакими вот этими, как называется их, процедурами, ботоксами и всем прочим Косметическими, да Да, косметическими Но я верю в чудодейственную, действительно, косметику Созданную на природных каких-то, например, компонентах Сейчас гремит и славится корейская косметика Я не буду скрывать, конечно, что водочек ириянка Я очень счастлива и пользуюсь именно этой косметикой Это что, правда? Да, советую ее всем своим коллегам Они тоже уже сейчас закупаются Ну и как бы... Да, но все посоветовать С удовольствием Ну посоветуй После программы После, а в чем? Иначе это будет реклама Да, ничего страшного Это дело-то каждого, кто захочет Ну по секрету, сообщи, расскажи Ну, начнем так Чтобы не называть компании и бренды Я скажу, что если вы видите бренд с корейской, например, корейские маски, да, для лица Очищающие, гиалуроновые там и так далее Обязательно их покупайте То есть не переживайте даже Не сомневайтесь Даже самая недорогая маска, она будет очень качественная Потому что все на настойках жиншеня И на масле улиток Поэтому я сейчас такие страшные вещи говорю Но на самом деле это очень хорошо Мы, девочки, нормально к этому относимся Да, главное... От мальчиков тоже вопрос После улиток Все-таки правильный ужин-то ежедневный И все-таки правильный ежедневный ужин Да, друзья мои Ну, главное, не ешь ничего тяжелого на ночь Жирного, жареного Сильно сладкого и сильно соленого Потому что все это задерживает воду А ты же знаешь, да, что нам надо спать ложиться С нормальным желудком И лучше всего есть день за полтора часа, за два часа До сна Какой-то салат, да, что-то такое вот вареное Наверное... Ну да, совершенно верно Салатик свежий, варененькое, что-нибудь Ну, главное, не налегай В общем, мужчины опять без стейка Спасибо, спасибо Хотелось бы вот о чем спросить В инстаграме у Аниты Цой Разглядели мы, что Аните предложили сыграть плохую девочку в кино Что с этой историей? Будет ли релиз какой-то? Ждать ли нам его? Когда ждать? Ну, я должна вам сказать, что сейчас пока еще Все в стадии зарождения Поэтому не торопимся объявлять новости Но могу сказать, что буквально уже на следующей неделе На экраны выйдет четырехсерийный фильм Где я играю неплохую девочку Ну, тоже плохую девочку Девочку, которая хочет отобрать мальчика Нормальной девочки Ну, целеустремленную, скажем так, девочку Ну, она целеустремленная Это значит, я не ожидала, что я смогу сыграть такую роль Потому что я все-таки 27 лет замужем Я приличная жена и мама Роль на сопротивлении А оказалась такая сучка, крашеная, извините Ух ты, смотрим и ждем все с нетерпением Да, Анит, у нас очень мало времени осталось К сожалению, огромнейшим Мы хотели про новую песню рассказать Чуть позднее Или ты имела в виду вообще чуть позднее? Нет, сейчас как раз настало то самое время Когда я хочу подарить всем новую песню Которая называется «Я бы тебя» А клип, клип, клип? Клип мы будем снимать буквально через две недели Пока только о песне Я могу сказать, что она... Я очень благодарна авторам, которые просто попали в тему Они полюбили мою песню «Цельси в сердце» Вдохновились этой историей И написали продолжение к этой истории Ох, какие эмоции! Которая называется «Я бы тебя» Но она мне прям упала, знаешь, в сердце Потому что я сейчас переживаю такой период времени Когда мне очень и очень нужна была такая песня У меня муж все время пропадает на работе Понимаешь? Ладно, я на гастролях, но на работе пропадает Ну, муж такая работа И это посвящение ему Девочки Сергей Петрович Я бы его... Сейчас узнаем, про что я Смотрим, слушаем Мы могли за горизонт лететь Когда любили Все слова, что ты сказал В тот день Покрылись пылью Я не верю, что уже все прошло Бесполезно теперь Ворошить нашу память Если б только ты однажды пришел Постучал в мою дверь И решил все исправить Я бы тебя простила Я бы печаль забыла снова тебе Открыла двери в сердце, милый Я бы тебя впустила Я бы тепло дарила снова тебе Открыла все секреты мира Ты ушел, оставив сердце дым Пустых сомнений Вырвал с корнем все И стал чужим Без сожалений Я не верю, что уже все прошло Бесполезно теперь Ворошить нашу память Если б только ты однажды пришел Постучал в мою дверь И решил все исправить Я бы тебя простила Я бы печаль забыла Была снова тебе Открыла двери в сердце, милый Я бы тебя впустила Я бы тепло дарила Снова тебе Открыла все секреты мира Я бы тебя простила Я бы печаль забыла Я бы тебе открыла Я бы тебя простила Я бы печаль забыла Снова тебе Открыла двери в сердце, милый Я бы тебя впустила Я бы тепло дарила Снова тебе Открыла все секреты мира Вот на такой прекрасной ноте Я хочу сказать вам, любимые Что жизнь идет Земной шар крутится А значит в стране FM будут новые песни И хорошая музыка Милые дамы Если сегодня ваши мужья придут домой с цветами Знайте все это благодаря новинке от Аниты Цой Спасибо Аниточка, спасибо тебе огромное Песня действительно потрясающая Очень нужная песня, я уверена для многих И конечно мы будем ждать клип с нетерпением Обязательно пообещай, пожалуйста, что он будет 10 ноября Запомните все эту дату Мы будем делать эксперимент Новый Еще такого никто не делал Мы будем снимать клип И тут же в онлайн режиме его транслировать Боже мой Потрясающе Такая она Анита Цой Мы еще время не определили Подробности в инстаграме Совершенно верно, следите за моими новостями Анита Цой Спасибо тебе огромное Мы тебя очень любим Мы всегда рады Удачи, счастья Всего самого хорошего